Утро на Иркин-Шахарском сахарном заводе начинается не слишком сложной на первый взгляд работы – приема сахарной свеклы. На самом деле это трудоемкий процесс, требующий участия двух десятков человек разных профессий – от водителей до химиков. Но результат того стоит. За полтора дня работы специалисты приняли уже более 5000 тонн корнеплодов нового урожая, а скоро начнется их переработка. Мы в летний период готовили переработки сахарной свеклы урожая 2019. Те специалисты, те рабочие, которые на заводе есть, они готовили оборудование для качественной и эффективной переработки сахарной свеклы. Глядя на эти клубни, сложно представить, что из них можно добыть сахар. Однако получение сахара далеко не первый этап работы на заводе. Начинается она с так называемой отбраковки. Когда приезжает груженая машина, первым делом проверяют все бумаги и вбивают в компьютер данные с накладных. Затем машина едет на взвешивание. Каждый грузовик вместе со свеклой весит более 50 тонн. Что примечательно, свекла в кузове весит гораздо больше, чем сама машина. Далее начинается самое интересное. Так, часть свеклы берут на пробы в химическую лабораторию. Здесь ее проверяют на сорность и сахаристость. Свеклу взвешивают, тщательно моют и взвешивают снова. Это проверка на загрязненность. Теперь она отправляется в химическую лабораторию, где ее перемалывают в кашицу или на профессиональном жаргоне мезгу. Часть мезги заливают дистиллированной водой и добавляют в эту смесь химические реагенты. Это осветлитель, он осветляет именно свеклу, чтобы сок был прозрачен. 10 миллиграмм. Робно 10 миллиграмм выливаем. Все, можем идти измельчать. После измельчения из смеси вытекает осветленный сок, который заливают в специальный прибор, который покажет процентное содержание сахара в клубнях. Нормой считается 17-18%. Если на несколько процентов меньше, этот результат уже считается плохим. За работой в лаборатории внимательно следит Татьяна Гордиенко. На заводе она работает уже третий сезон. Работа интересная, творческая. В то же время ответственная, конечно. Работаем, работа нравится. После определения качества свеклы она направляется на конечную остановку, так называемую сплавную. Здесь свеклу выгружают, чтобы отправить на переработку. Собираем запас, пока завод заработает. Вот со вчерашнего дня начали принимать сахарную свеклу. Около 5 тысяч тонн уже приняли. Потихоньку запас делаем. Как завод начнет работать, начнет перерабатывать. В планах у работников завода переработать за этот сезон несколько сот тысяч тонн корнеплодов. И уже скоро Иркеншахарский сахарный завод отправит новую партию сахара на полки магазинов. Алина Гидиева, Олег Молхожев, Архыз-24.